Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Чужое мнение. В эфире новости шоу-бизнеса. В понедельник, 6 июня, стало известно, что скончался легендарный итальянский композитор, которого называли королем саундтреков, Энни Амарикона. Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Энни Амарикона умер в возрасте 91 года из-за осложнений, возникших после падения. Вероятно, он был самый узнаваемый и самый знаменитый кинокомпозитор 20 века, музыку которого слышал каждый. Вспомним жизнь и карьеру великого музыканта. Саундтрек 20 века. Энни Амарикона родился в 1928 году в семье римского джазового трубача и сам выбрал трубу в качестве первой музыкальной профессии. Он также получил дипломы по специальности аранжировка и классическая композиция. В возрасте восьми лет он познакомился в школе с мальчиком по имени Серджи Леони, впоследствии режиссером и многолетним партнером Морикона. Свой путь к славе Морикона начал в римском ансамбле Альберто Фламини в 16 лет, в котором заменил своего отца. До карьеры в киноиндустрии Морикона делал аранжировки для Марио Ланца, Шарля Азнавура, Пола, Анки и театральных постановок режиссера Лучано Сальчо. Сальчо пригласил Морикона написать музыку к фильму «Фашистский вожак» 1961 года, это и был дебют Морикона в киномузыке. Следующей лентой оказался первый фильм Серджи Леони из долларовой трилогии с Клинтом Иствудом «За пригоршню долларов». Фильм не только вдохнул жизнь в жанр спагетти вестерн, но и задал новый стандарт саундтрека к кинокартинам о Диком Западе. Обилие крупных планов, пауза до 10 минут, короткие и хлесткие диалоги, все это сопровождалось пронзительной, напряженной музыкой с преобладанием трубы и губной гармошки. Композиции, написанные для фильмов Леони, мгновенно стали классикой. Культовая рок-группа Металлика все свои концерты начинают темой из фильма «Хороший, плохой, злой». Но не только вестерны захлестнули начинающего кинокомпозитора, Пьер Паало Пазолини в 1966 году снял «Птицы большие и малые» с музыкой Морикона, а спустя два года — «Теорему». Бернардо Бертолуччи поработал с ним над картинами перед революцией и партнер. Востребованность и широчайшая известность на родине тем не менее не приносили ему подобного успеха за океаном. Голливуд, хотя и оглядывался на Морикона с нескрываемым восхищением, не спешил осыпать итальянского композитора с щедрыми предложениями и гонорарами. Он удостоился одной из пяти возможных премий Грэмми, трех из предполагаемых девяти золотых глобусов. На протяжении почти 60 лет Эня Морикона оставался одним из самых востребованных кинокомпозиторов. В общей сложности он шесть раз номинировался на Оскар и впервые получил его за конкретный фильм только в 2016 году за ленту «Омерзительная восьмерка» режиссера Квентина Тарантино. Как говорил сам композитор, в основе его творческой карьеры был заложен не какой-то конкретный момент или озарение, а кропотливый труд. Вдохновением для него служила вся музыка, любой известный жанр, а инструментом — страсть к экспериментам и глубокая проработка навыков. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.